Доброе утро! Наконец-то не идет дождь, можно вот так просто выйти на террасу и хотя бы 30 секунд или минутку насладиться пением птиц, зеленью. Это очень успокаивает и я люблю начинать свой день именно здесь. Помните, в прошлом году я вам жаловалась, что после дождей у нас начали расти грибы? Вы посоветовали мне купить специальный препарат, и это помогло. В этом году история повторяется. Можно становиться грибником. На осень и зиму мы заворачивали розы в специальный целлофан и переживали, как они перезимуют. Вы знаете, ни одна не замерзла, все нормально, ничто не пропало. И у нас это английская роза. Они такие ароматные, полненькие, и они цветут все лето. У нас несколько цветов. Вот такие розовые, белые, фуксия, снова белые, и они посажены в перемешку. Мы даже не ожидали, но получилось так, что еще и коралловые у нас тоже здесь. Вот такой цвет. Мы специально выбирали разные, чтобы было как-то веселее. И на зиму мы обрезали гортензии, нам сказали так сделать, и травы. Сейчас все вырастает, и я думаю, что к нашему приезду все уже будет буять. А это наша новинка, детский бассейн, и у нас с ним две проблемы. Первая, самая основная, это то, что мы нигде не можем купить, чем бы его прикрыть. Может, у вас есть какие-то идеи, потому что сейчас это какой-то мусоросборник. Наливаешь воду, и через час там уже куча листьев, каких-то букашек. И самая большая проблема в том, что муж говорит, если его поставить на газон, то газон под ним пожелтеет. Как быть? Он довольно большой и занимает место на нашей и так маленькой террасе. И что бы тут придумать? Девчонки, подкиньте какую-то идею. А то бассейн мы купили, воду набрали. А что теперь делать? Без понятия. 9 часов утра, я уже столько всего по дому переделала и даже видео успела смонтировать, потому что перед отпуском мне нужно позаканчивать некоторые проекты, чтобы не брать с собой компьютер. А у меня на завтрак самое вкусное, что может быть, это натуральный йогурт и такой более полезный крамбл. Это запеченные фрукты с домашними мюсли. Рецепт будет в футбуке. Если вы не знаете, что такое футбук, это мои отдельные видео. Раньше я постоянно снимала эту рубрику, но как-то не было вдохновения. Сейчас она снова меня посетила. И будут выходить простые, домашние и вкуснейшие рецепты на этой неделе или, возможно, через дней 10 обязательно появятся. Где-то за неделю до отпуска я начинаю грандиозную стирку. Это уже остатки. Просто мне так гораздо проще. Я в последнюю минуту потом не паникую, что все детские носки или шорты как раз находятся в стирке. И потом нужно что-то выдумывать. Так что вот такой не то чтобы лайфхак, это моя полезная привычка, которая облегчает мне жизнь. Нужно постирать белые кеды, а то это совсем не дело. Для начала я их расшнуровываю. Шнурки замачиваю в отбеливатели. И дальше просто загружаю в стиральную машину с какими-нибудь вещами, которые мне не жалко стирать с обувью. Это старые вещи, тряпки. И включаю самый обычный режим. Между прочим, кеды у меня кожаные. И с ними ничего не происходит. Я уже сто раз так делала. Ну, может не сто, но довольно много раз. И они до сих пор не развалились. Им где-то три года. И все норм. А вот и я. Так я выгляжу за домашними делами. Ничего особенного. Мне кажется, что каждая из вас сейчас узнала о себя. Знаете, что я хотела вам сказать? Я записалась на ламинирование ресниц. В отпуске, мне кажется, что будет очень удобно. Если я не забуду, еще и покрашу ресницы. Будет вообще шикарно. И я как-то года три тому назад пробовала делать ламинирование ресниц. Это было страшно. Потому что с одной стороны реснички завились, а со второй нет. Но так странно на это все смотрелось. И я умудрилась сделать это ламинирование перед поездкой на встречу со зрителями. И мне было как-то так некомфортно. Потому что один глаз был таким, знаете, очень открытым. А второй, ну, нормальный, как у меня всегда. Я пыталась завивать как-то там зажимом. Ну, в общем, это было смешно. И если даже в этот раз что-то пойдет не так, то, в принципе, не беда. Ресницы восстанавливаются, отрастают. И в отпуске как-то перетерплю. Просто не буду краситься. Оставлю их в покое. И сейчас Томик поехал с малышами в магазин. А я решила уделить себе несколько минут. И хотела бы умыться, нанести масочку. Зарядилась моя щетка. Сейчас, секунду. Я не изменяю Фореллу на 2. И, конечно же, сегодня буду пользоваться ею. Свою компактную дорожную я успешно забыла у мамы. Она, к счастью, ко мне скоро приезжает, привезет. Она звонит, говорит, Оля, а что это такое? А можно я попробую? Говорит, да, попробую. Если бы у меня подружка спросила, Оля, оно того стоит? Однозначно да. Я очень люблю щеточку Фореллу. Она настолько мягкая. Она очень бережно очищает кожу. Не травмирует ее. У меня версия для нормальной кожи. Но у них есть и для чувствительной, для жирной, комбинированной. Я оставлю всю информацию в инфобоксе. Но если бы я покупала еще раз, я взяла бы эту. У меня иногда кожа чувствительная, но она настолько вот мягусенькая, что у меня с ней нет никаких проблем, даже если кожа реагирует на все. Вот. Я беру гель для умывания, выдавливаю прямо на щеточку. И, в принципе, без разницы. Вы можете взять вашу любимую пенку. Чем вы пользуетесь? Эта щеточка работает со всем. И вы меня спрашивали, почему я использую ее утром. На самом деле, многое зависит от моего настроения, от того, что я планирую делать. Но вы ее можете пользоваться и вечером. Она прекрасно удаляет остатки макияжа. А утром, иногда у меня чуть больше времени, я очень рано встаю. И тогда я провожу все свои бьюти-процедуры. И таким образом подготавливаю кожу к нанесению макияжа. Она прекрасно, вы знаете, выравнивает рельеф. И вообще ощущение чистоты, мягкости. И утром, и вечером тоже прекрасно. Так что тут уже выбор за вами, а я пользуюсь и так, и так. И вы знаете, очищение, отшелушивание, это очень важно в уходе. Потому что, когда после вот этой всей процедуры, скажем так, наносишь уход, он проникает сразу к живым клеткам и лучше себя проявляет. То есть после вот такого очищения и нанесения ухода, даже больше заметен результат от всех уходовых средств. Вот сейчас у меня на лице было несколько воспалений, которые уже потухли, скажем так. Но остались такие сухие участки, и мне хотелось бы их удалить. Я с вами немножко заболталась. И надеюсь, что щеточка еще не сигнализировала, что, Оля, хватит. Мы тут с вами как с подружками, да? Время летит незаметно. После такого умывания со щеточкой лицо, как новое, свежее, очень гладкое, нераздраженное. Видите, оно не красное. И очень приятная кожа на ощупь. Теперь возьму тоник. А, подождите, нужно чуть-чуть промахнуть. Вот. И теперь много тоника. Красота просто страшная сила, и никак иначе. Ну, то уже поранкованы, уже есть жартовни, ищут на Амэн. На Амэн, на, на, на Амэн. Сидzą с колежанкой и маян забавы. Ой, как это красиво. Але будет импреза. А где жених и невеста? Вот. Все нарядные, это типичные гуральские костюмы. Традиционные. Какие молодцы. Здесь, Адам. Туала на эту гурку идет. Ага. На эту, перед Гевантем, видишь? Видишь. Всем привет. Мы приехали в Закапане. Меня немного ушатала драйвовая езда Томаша. Мне кажется, что я еще больше посидела. Да, зайка. Мы сегодня идем на какую-то высокую гору, на которой мальчишки уже были. Я люблю такие прогулки и беру вас с собой. Такая горка была. Мы добрались до первого пункта, здесь такая полянка, можно перекусить и пойдем дальше в настоящие горы. Сегодня еще относительно мало людей. Захар взял домашние котлеты детям, присели перекусить. Смотрите, с каким видом. Здесь даже тарелки-вилки экологические. И с 2001 года в Евросоюзе вообще будут запрещены всякие трубочки пластиковые, пластиковая посуда. Здесь вот, например, бумажная. Тома взял шарлотку себе. Дорога здесь такая. Та еще тренировка, а Томак вообще по очереди несет малых. Ну, это он придумал. Такой маленький ручеек, а такой водопад. Это отсюда он кажется совсем маленьким. Но поверьте мне, что он такой внушительный. Я уже думаю о том, как я буду спускаться обратно. Мои ноги настолько болят, это при том, что я бегаю и тренируюсь. Мальчишки тоже стараются. Где-то почти два часа шли. Помните, я вам говорила, что я боюсь высоты? Это так. Памперса с собой нет. Придется как-то спускаться. В горах все еще снег. Всю трассу мы преодолели за четыре часа практически. То есть, в одну сторону мы шли чуть дольше, чем два часа. Со всеми передышками, с мини-обедом, перекусами. Но мальчишки вообще молодцы. И обратно, конечно же, спускаться проще. Но мои конверсы просто были не в тему. Что тут сказать, но все равно я справилась. Хотя был такой момент, когда я вообще проклинала все и всех и говорила, что я спускаюсь вниз, потому что было очень-очень скользко. В Польше шли дожди практически месяц. Поэтому, соответственно, в горах тоже не самые лучшие условия. Но мы справились. Как обычно, в четверг мы с Игнашиком вернулись чуть раньше. Захар еще на занятиях лего. И сегодня мы будем готовить... Как я их назвала? Короче, пиццеринки. Это будут маффины со вкусом пиццы. Рецепт будет в футбуке. А пока что вот я все подготовлю. И мы с Игнашкой будем намазывать тесто и раскладывать все ингредиенты. Мы обожаем готовить вместе. Вот помните, Захарка тоже таким был. И Игнату тоже. Передалась моя страсть к готовке. Тут подросло мое первое в жизни тесто. А еще я купила вот такую форму для маффинов. Сразу с такими формочками. Форма с формочками. Масло масляное немножко получилось. Зачем она нужна? Вот когда я работала в бранже, где тоже производили маффины, всякие, я вам говорила, инстант кейкс, желе, что угодно. Короче, в чем суть? Когда накладываешь маффины без вот этой формы, то иногда они просто так сильно, знаете, расползаются. И если бумага некачественная, то потом это не маффина, а какая-то лепешка. И когда делаешь маффины в такой форме, то они просто не расползаются и остаются такими, как надо. Завимаем ее. Продолжение следует... Может, оружованные первые немножко. А я правильно это часто. Классная? Ты же тебе говорила? Подожди, булка. Мама, пац. Можешь так? Идёт! Можешь посмалывать? Посмалывать, можешь намазывать. А ложечки? Нет, я тебе сейчас дам ложечку. Я всё-таки должна сказать, что это нереально вкусно. Прямо и тесто, и соус пальчики оближешь. Серьёзно, попробуйте. Но не забывайте, что самое главное то, что вы проводите таким образом время с детьми. У нас следующий день. Сегодня у нас день мамы. И вот мальчишки меня поздравили. Здесь написано «Женщине успеха» или «Успешной женщине». Так приятно. А вот это не знаю, что тут подготовили. Ты тоже не знаешь? Давай посмотрим. Кубик! Это для моей мамы. Да. Картенция. Вау, какая красота! Сейчас посмотрим. А это сделал Нюшечка. Захар, где открытка для мамы? Вот. Игнашка сделал красоту. А это сделала Захарка. Открытку. Ух ты, что тут написано? У нас в кабинете тоже не было, но уже сейчас кончила. Бардо день куепшина. Промоционный продукт был. Честь. Захар, люблю тебя, мамочка. Видите? Открывайте. Очень красивая. Спасибо вам, милаши. Мы не любим такие составы. Вау! Я же вам говорю, что самый классный подарок для меня это чашка. Ждем маму Томака. Запеканка готова. Я перевернула и посыпала сахарной пудрой. Хотела показать вам. Купила вот такие подсвечники. Угадайте с трех раз, где. Они родом из Индии. Очень красивые, элегантные. Обязательно ими воспользуюсь на все праздники. Я не покупаю дорогие вещи, но вот такие детали потом вообще очень красиво смотрятся на столе. Ситуация Армагеддон. Оля собирается в отпуск. Свои вещи я пакую за несколько дней, потому что мне так удобнее. Детям я возьму все летние, как можно больше. А свои образы я предпочитаю продумывать немножко заранее. Самое главное, что я беру с собой, это утюг. Я люблю натуральные ткани и от глажки никуда не деться. Но, честно говоря, мне не лень что-то прогладить. Это занимает буквально 2 минуты, зато мне будет комфортно. Здесь у меня находятся короткие сарафаны, легкие платьица. Они не занимают много места. Вообще, в принципе, я не ограничиваю свой гардероб, потому что мы едем на машине. Но некоторые ограничения все-таки есть. Тем не менее. Вот этого всего мне хватит. Хоть каждый день можно наряжаться. Дальше платьица, которые я хотела бы надевать в город из льна с прошлого года. Этот сарафан вы видели в прошлом шоппинг-влоге. Много чего еще с прошлого лета. Сарафаны миди. По-моему, у меня немножко хаки головного мозга. Но я очень люблю такой оттенок. Этим все сказано. Это новое платье. Кстати, оно вообще без бренда. Я его заказала у своей подруги. Она немножко торгует вещами. Тоже еще одно платье миди. Я беру с собой жакет на прохладную погоду. И если так присмотреться, то все приблизительно в одной цветовой гамме. Поэтому я смогу, к примеру, дополнять все одними и теми же аксессуарами. Менять обувь под настроение. И, конечно же, я беру с собой много сережек. И все это будет смотреться по-разному. Смотря что с чем я буду носить. Так, несколько платьев сарафанов миди. Дальше рубашка из льна. Юбка миди одна. Юбка миди вторая. Вот это прекрасно сочетается с черным цветом и с белым. О, у меня еще сохнет несколько базовых футболок. Я вот сейчас вспомнила. Комбинезон. Его можно носить и с плоским ходом, и с каблуком. Но на каблуках я практически не беру обувь, потому что мы планируем много гулять. Шорты базовые. Две пары, три пары белых. Все-таки взяла еще и шорты в такой расцветке. Джинсовые шортики. И если вдруг мы будем больше времени проводить на пляже, то я могу надеть вместо комбинезона или платья тоже шорты и футболки. Я ненавижу стирать в отпуске. Это единственное, что я не приемлю. Можно отдать все в прачечную, но это заморочки. Если надо будет, то будем стирать детские вещи. Беру с собой белые брюки на всякий случай и черные кюлоты, потому что я их очень сильно люблю. Базовые футболки. Белая, черная, бежевую сейчас принесу. Несколько рубашек. Две белые. Это такие очень легенькие блузочки. Я не планирую особо загорать, поэтому я стараюсь прятать руки. Полосатая из последнего шопинг-лога, опять же. И еще две белые. Костюмы. Это самый быстрый способ куда-то собраться. Надеваешь комплект и готово. Я очень часто делаю фотографии того, что я ношу в повседневной жизни, что мне нравится. И потом я вообще ничего не выдумывала. Просто надевала все по фотографии. Собрала все свои очки, кроме кошечек, без понятия, где они, перерыла весь дом. Это моя пляжная сумка. У нее такая расцветка, которая ко всему подходит. Я понимаю, что есть люди, которые вообще не заморачиваются по этому поводу и тоже уважают такую позицию. Но я хотела бы в отпуске выглядеть так, как я привыкла в повседневной жизни, когда вещи гармонично смотрятся между собой. Беру с собой вот такую черную сумочку. Она такая симпатичная, такая милая, разбавляет каждый банальный образ. Еще вот такую жемчужную. Из поясов базовый, черный и бежевый. Посмотрела я на всю свою подборку и эта сумка остается дома, так как у меня есть соломенная и я не вижу смысла немножко даже дублировать аксессуары и тянуть с собой больше, чем нужно. Из купальников беру два слитных. Этот я показывала вам в красном цвете, у меня есть такой черный. Он у меня еще с прошлого сезона и сейчас он немножко помятый, но смотрится нормально. Недавно купила себе вот такой интересный слитный хаки. Какой же еще? Он немножко великоват, но настолько стильно и интересно смотрится. Да, он тоже едет со мной. Вот этот у меня то ли с прошлого, то ли с позапрошлого года и беленький. Из обуви пакую светлую пару, коричневую, черную, вот эти с измеиным принтом. Еще не уверена, что возьму с собой вот эти черные на каблуке просто для вечерних прогулок. Посмотрим, сколько это все займет места. Но это моя база и в принципе то, что я вам показала, это то, что я ношу в основном летом и со всеми этими вещами в принципе больше мне не нужно на всем летом. Вот так выглядит моя подборка в отпуск. Еще я поеду в джинсах, возьму с собой джинсовую куртку и белую. Просто на всякий случай. И теперь осталось все это спаковать и я готова к отпуску. Я надеюсь, что вам было интересно и конечно же полезно. Всех целую, обнимаю. Хорошего вам лета. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.